Когда-то, я начал вспоминать, в 79-м году, наверное, мы в августе как раз постепляли с ним немножко хоккеистом на третьем году и на втором году. Конечно, я следил всегда за хоккеистом в Ориону, за теми первыми шагами, которые будем видеть тренера в Ориону. Я все время стал себе вопросом. Вот молодежь, все команды, которые приходили в тренеры в Ориону, они стали видеться другими по рисунку, по сути игры. Я всегда задал вопрос, почему у Орионова они в том или ином призыве в сборной, хотя были такие попытки. Все-таки вопрос у меня про начало. Когда у Игоря Орионова в голове, как после завершения элитовской карьеры, сложилась эта фаза стрелочной, потому что это другая атмосфера, не совсем другая отношение. Поэтому к этому далеко не все приходят. Я уже не говорю о том, что выдающиеся игроки далеко не единицы, наверное, в основном цикле. Кровь, кровь тоже, футболы, все это все. Ну и дали по списку. Что начало? Как это все сложилось? Вы знаете, в основном, мою карьеру я закончил 44 года, в одинный период на площадке, на высочайшем уровне. По окончании карьеры я получил три шмака, чтобы стать Малаком, Дэнером. Один был Геннадий Величко, ну и Геннадий Величко, едва была из Анахайма, Дарск, и второй был из Феникса, до того, когда пришел Грецкий. Все три варианта я отклонил. Почему? Потому что находясь долго на льду, в карьере, посвященности игре, лишения, отдача, подготовка. Ты понимаешь, что какие-то вещи, ты уже вернешь обратно. Вещи, которые, вы знаете, не бесконечные вещи, это воспитание детей, действовать маленькие раз жизни. И за всеми этими успехами, за всеми победами стоит другая часть жизни, где ты хочешь получить те драгоценные моменты, которые ты пропускаешь, как и друг. В 34-32, а у тебя еще известно, в 44, когда уже старшим дочерям, в 17 лет, в младшем 12, сыном 6. Ты хочешь все-таки вернуться туда, где хотел. В Северной Америке у тебя есть 4 месяца пропуска. Но начиная сезон, когда в 18-32 лет, ты понимаешь, что все очень на то, чтобы подготовиться к матчу, сыграть хорошие группы, например, для молодежи. Когда ты ходишь, надо играть против ребят, которые радостно научатся. А это, где-нибудь, сумасшедшая отдача и освещение профессии. Поэтому я специально ушел в сторону АТК, досветил себя более пикким планом, и я мог спокойно путешествовать, и в том, то есть свой график. Но в то время держал руку на пульсе, смотрел игры, меня приглашало играть, посмотреть игру со стороны, чтобы сказать, что я вижу, что в команде происходит. С тех пор, как мы играли, тогда была русская пятерка. Так что я был в игре, но я так пытался все-таки больше быть дома, в семье, смотреть развитие детей, сына, на что играть в хоккей. Поэтому дальше получил приглашение от Первого канала работать комметатором на Олимпиаде Блинчайна в Корее. Стал интересоваться больше нашим хоккеем, чтобы посмотреть комментированные игры, делать какие-то выводы, видеть тот стиль игры, который не характерен для нашего хоккея, для нашего интеллекта, для той игры, которая требует креатива, и безсказуемости, энтузиазма. Наконец-то хотелось, чтобы, как видите, вы избежали, потому что никто не хочет слышать в телевидении, как раньше мы играли. Потому что это кто знает, кто видел, тот знает. Поэтому сегодняшний хоккей он другой. Мы будем в то время вернуть те элементы игры, которые присущи для нас. Я принял решение, что, наверное, все-таки будет, наверное, как-то вернуться туда, к ислокам, на площадку, до скорей, вот для того, чтобы тот опыт, все знали, тот успех передать сегодняшним ребятам. Поэтому взял время, на самом деле, взял время. Хотя, в принципе, все эти годы, когда я закончил, я был нарядом с мальчишками, в предыдущем время, тренировал, показывал, это было в Америке, Гитро Сибольдов и Паралову, с отборами и державской команды, передалек, когда и в Корее, и в России, на три дня поделиться опытом, как американцы. Это был интерес опыт. Мне он очень понравился, потому что, естественно, когда обращают волевых басон, в городе США, молодежные команды, юношные команды, державской формии, полчаса пройдут в Новом Тетролице, поэтому им было интересно, как русская пятерка, как пятерка Лориона Теса, Басабонных клубов, Лориона Макаров, которые в свое время делали все норильские видео, и так далее. В чем секрет, как у вас это получало? Пришлось время, я им, так скажем, пришел рассказать, потом выйти с ними даем. И когда они выбрали золото в Корее, я пришел их поздравить, просто их раздевал. Было приятно сказать, что это часть того уважения, которое нам помогло. Поэтому, находясь в игре, ну, не опиши, в принципе, я не терял видения того развития, динамики развития хоккея. Параллельно посещал Европейский клубы, смотрел, что происходит нового в футболе, потому что игры пересекаются на тот момент. Обращался к тем знаниям, которые мне, может быть, не хватало, которые я знал, но спонтан и я не видел конкретно приезжать, например, в тот же «Фитерпуль», в тот же «Сити», в начале «Расенал», в «Саркэмпо». Игорь Геннадий поучился тому каким-то вещам, который играл с собой в другом хоккейе. Потому что игры, они, когда играют с правильными людьми, с правильным мастерством, с правильным талантом, с правильным возглавным театром, не смотрели, они не оборвались. Вот поэтому, вот и все вещи, которые держались внутри, копились личный опыт именно побед. Ну, скажем, под полку меня туда, где поставили очень серьезный вызов. Много стресса, но ты понимаешь, что это интересно, потому что, если ты даешь часть себя, ты видишь тот успех, который дают ребята, как бы расставить в мастеров и в этом плане, это самая же награда, потому что ты даешь больше, чем ты делаешь. Спасибо большое. Можно добавить? Да, конечно. Вы знаете, это большая удача нашего спорта, что такой выдающийся игрок работает тренером. И вот вы сказали, что не все бывают выдающиеся игроки хорошими тренером, но бывают и очень выдающиеся, потому что они видят нюансы, они видят нюансы игры, они видят свое направление. Сегодня мы, например, видим торпеды, но оно играет немножко другой хоккей, чем многие другие. Правильно? Есть своя какая-то резюме. Вот он видит вот эти небольшие нюансы, поэтому я считаю, что большие игроки очень сейчас мало приходят в тренерскую профессию. Они сразу уходят куда-то там закончили бизнес и так далее. А если у нас это будет значительно чаще, футбол, хоккей, он станет наглую выше, потому что они видят все нюансы, они вспоминают, что было, они видят новое, то, что происходит. Это очень важно. И Игорь Николаевич молодец просто, что он в своей профессии остался. Вы знаете, вот такую вещь, будучи мальчишкой, тринадцатилетним, посмотрев Челябина Германии, в футболе. И когда в первый раз все рассказали, поем на Ройфа, который перевернулся от нами, значит, молодого персонажа, который активист играет в фамилии в химике, в христианском, перевернув ту команду, ту стиль игры, который Игорь Николаевич знает лучше меня, потому что это и его поле, и его старопольщина. Вот как футболиста, как тренера, поэтому для меня, это молодой пацанар, то футбол, и то движение, и та структура игры, и то видение экрана деталей, деталей, которые видны, маленькими нюансами, они крайне большого. Поэтому это вот началось с самого периода, когда ты начал понимать, что все-таки футбол, хоккей, это игра, игра, которая требует мастерства, исполнительства, требует отдачи, требует людей правильных боков, для того, чтобы создать хороший коллектив, хорошую команду по теме. Наверное, я даже сейчас обращаюсь к книгам, которые читаю очень много, и кардиолог, и глоб, и кровь прочитал, и баскетбольный тенера, и футбольный тенера, и просто футбола. очень, очень много интересного, и практически многие вещи тут от того голландского стиля, который был поставлен тогда. Поэтому пытаюсь привести в игру, потому что может игра для владельщиков, игра для людей, но игра для тех мальчишек, тех мальчишек, которые будут с вами в игру, для того, чтобы получить этот рамп, для того, чтобы играть на первые детей, на эти матчи, на эти игры. Поэтому это я получил с всех пор, то есть я срок, оно, конечно, всегда самое, поэтому какого там труда не было, перед Павлом Штарем много поработал, с профессором, я сказал, что эти вещи происходят спады, подъемы, дамы, держать линию, держать удар, то есть паника никак не поможет, не было две, в каждом время, когда будущее равно выиграть седьмой матч, семье, плей-офф, счет 2-3-2, игрок не придал, не должен держать в первом году, решение с холдом плавой войны, также политики, то есть эти вещи, которые передают учитывающим. это часть лидерского работы, часть лидерского обучения, и оно не стоит двигаясь вперед, двигаясь к новым идеям, видишь, ребята, те грани, которые у них пока не раскрыты, именно те нюансы, которые находишь, выходи и вышли, когда это получается, это просто фантастично. спасибо большое, представители.